По поводу дискуссии, развернувшейся в лагере российских либералов о том, следует ли порицать деятелей культуры, любимцев публики за их одобрямс в политике Путина, являются ли их былые заслуги оправданием их теперешней позиции, или так, то, что они совесть нации, смягчающее ли в данном случае это обстоятельство. По-моему, как раз наоборот, обстоятельство очень сильно отягчающее. Потому что спрос с простых людей и с деятелей культуры несопоставимый, с деятелей культуры он намного выше именно потому, что они совесть нации, как считается, они кумиры, на них смотрят, по ним многие проверяют свою гражданскую позицию. Хотя их поддержка Крымнаш и всей остальной мерзости, во сто крат страшнее и опаснее. Раз такие уважаемые деятели культуры поддерживают Путина, значит, Путин и его деятельность – это добро. По крайней мере, так это выглядит в глазах простых людей. Разве могут деятели культуры своим творчеством, сеющие разумное, доброе, вечное, других, призывающие сеять то же самое, поддерживать это зло? Призывающие к состраданию, одобряют порог и насилие? Это очень странно. Власть прекрасно это все понимает и пользуется этим, стремясь вовлечь свой круг именно деятелей культуры, привязать их круговой порогой. Нам говорят, у них были какие-то там причины поддержать Путина. У Хаматовой мы знаем были, у Баталова, наверное, были. Потому что невозможно представить, чтобы Алексей Владимирович мог быть оболванен зомбоящиком. Но можно ли тогда осуждать в целом россиян? Простых людей за поддержку режима, ведь они тоже могут иметь к этому свои причины. Зависимые бюджетники, например, работающие на власть. И простые люди к тому же совершенно беззащитны перед произволом системы, в отличие от таких же Баталова и Хаматовой. Кажется, многие российские демократы так до конца и не осознали страшный факт. Россия убила как минимум 10 тысяч граждан Украины, в том числе и этнических русских, тысячи сирийцев. И этой кровью замараны все, все без исключения, кто так или иначе высказал поддержку политики Путина и в первую очередь представители творческой элиты. В какого культурного деятеля не ткни, так любимец публики и совесть нации есть самый большой приверженец Путина. Вот, например, он научился хорошо приспосабливаться, зато его сын депутат, а дочка снимается в самых кассовых фильмах. Кто бы мог подумать, что такой горячо любимый нами человек в конечном счете закончит свою карьеру именно таким образом. А вот этот господин просто поступает так, как, наверное, и должен бы был поступать, ведь трудно от него ожидать что-то другое. Он подарил корону Путину, своему суверену. Он мечтает, чтобы власть Путина стала еще больше. И что же в конечном счете? Медали, награды. Он сидит на всех передачах в Первом канале, а ведь совсем недавно мы даже забыли о нем. После того, как он эмигрировал и вернулся, о нем почти никто ничего не вспоминал. Российские либералы готовы выгораживать отечественных коллаборантов. Именно коллаборантов, потому что режим Путина – это оккупационный, вражеский по отношению к России режим. Своей поддержкой Путина творческая интеллигенция России легитимизирует и, можно сказать, освещает его преступные деяния. Очень многие сейчас в память об Аталове говорят, ну зачем же после смерти полоскать его имя? С одной стороны, они правы, но с другой стороны, нужно помнить, что спрос с деятелей культуры гораздо выше, чем с остальных, а не наоборот. И тем не менее, не все коллаборанты. Даже в это трудное время все равно остаются люди, которые не идут на сделку собственной совестью. Гнайник созрел, лишь надави и брызнет, и потечет рекой кровалый гной. Народ российский разучился мыслить, им делают инъекцию Останкинской иглой. Таких подонков не было во власти. Так на земле еще никто не лгал. Он возбуждает низменные страсти, чтоб русский украинца убивал. Из стен Кремля сочится гной, которым хотят замазать нас всех. Валентин Гафт